ну с такой картины сами догадываетесь звездная ночь кто написал а сделал эту кругу наш друг жена моего товарища антона казанова марина видите как здорово и в нашей школе мы все учимся потому чтобы открывать себе гениев открывать себе и внутреннюю аптеку и оздоравливаться и продлевать творческое долголетие это очень важно а я ведущий хозяев меня зовут ведущие телеканала право тв ведущие рубрики психология медицина а это мне мой друг самый главный кто в этом канале заведует мой друг сулеман он сказал слушай но ты что-то другое надевай как ты каждый раз свою картину по-другому показываешь она сейчас маски скоро снимет маску вы все это увидите и мы все вместе это сделаем чтобы все сняли маски что это такое цветы в руках дома и вдруг маска это что такое она даже быть человеком и вот право быть человеком должен быть у каждого право быть человеком но это способность любить право на любовь право думать потому что человека холма сапиенс человек разумный это очень важно от этого зависит и творческое долголетие и там у меня новая книжка будет которая будет выпущена издачном аисты и будет вы увидите там слова страх тоже есть на обложке на там есть вот это тоже как вот этот а потом в тексте когда откроете как все это снято и человек становится человеком снимая страх потому что человек становится в личностью преодолевая страх и помогает ему в этом любовь любовь помогают способность быть человеком вопреки всех обстоятельства любовь к делу любовь человеку любовь своей цели которые у него самой высокой жизни от этого все зависит и вот мой друг алексей ситников он недавно я как раз смотрел видео как прекрасно он сказал наши бессознательные механизмы отключают и включают у человека исполнительные системы ресурсы в зависимости от того соответствует ли его помыслы и действий самый высший из его но каким он сотворен по природе человек творец самый высший его внутренней деятельности которой он предназначен от роду своего от своих талантов и способностей если он не раскрывает их если его поступки и мысли не соответствуют этой высшей его предназначенности реализовать себя то у него жизнь сокращается вот как интересно а я как раз предыдущих одних из книг описал как сохранить и реализовать себя современных условиях а это ко всему веку относится и ко всему веку относится именно то что сделать это можно умея управлять энергией стресса это выше из энергии я говорил как-то недавно на своем канале в ю тубе о том что нас и но илон маск скоро догонит потому что он уже пришел к тому что надо менять парадигму образования и мой друг роман газенко говорит о проблемах расчеловечивания и очеловечивания почему мой друг потому что мы вместе с ним этим заняты чтоб человек был человеком потому что он теряет здоровье он теряет все он превращается в робота послушного манипулируем управляем бездумного он становится таким когда терять высший смысл своей жизни быть человек а человек это да вот эту науку человечности мы вместе все и создаем я хочу поэтому пригласить следующий раз на встречу и сделать вместе всем думающим людям думающим людям а таких я знаю это и алексей сидников и роман газенко и мы свое время школе выживания у виталия сунтакова у виталия сунтакова я ему как-то задал вопрос я ему говорю суши я все время говорил на своих видео и в своих книжках писал о том что люди все одинаковые они по природе хорошие если они де 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 формированы травмами алкоголем наркотиками агрессивным негативным воспитанием не придавлены не де де формированные человек по природе хорошие он готов любить творить созидать и оказать руку помощи и это человеческие качества параметры они у всех на всей планете нашей на земле и наши иначе люди бы не сохранились на планете цивилизация бы не сохранилась а мне кто-то там написал и я спросил виталия сунтакова правда ли это что на каком-то острове живут но те которых людей едят как они называются но вы понимаете они типа людей едят и у них такая может быть такое вот и великий путешественник виталий сунтаков ты скажи мне такой разве может быть чтобы была другая совесть у людей другая природа и другая мораль и мне виталий сказал замечательную еще он сказал да ты что то как это может быть это не просто пугают других чтобы на них не нападали вы представляете вот такие люди думающие есть такие люди думающие я хочу пригласить всех и конечно с ульмана конечно в первую очередь и романа и алексея ситникова и виталия еще многих и многих мы же знаем многих и многих думающих людей и мы создали бы такой мозговой штурм мозговой штурм на котором бы решали вопросы такие глобальные вопросы глобальные проблемы человечества и человека ну конечно я бы методом ключ этими приемами с помощью которых можно снимать стресс когда ты попадаешь в тупик неопределенности и когда у тебя так напряжение растет что ты как компьютер зависаешь и не можешь уже ни о чем думать и у выживания когда ты сам становишься агрессивным или оцепеневшим там инстинкты выживания бояки били пики там или оцепеней а есть же еще природная предназначенность человека который у него открывается на более высоких степенях эволюции эти новые качества это сознание самосознание это же там созидательные способности и когда человек не открывает свои способности когда у него и происходит саморазрушение он тогда и не может жить долго и не может быть счастливым и вот это расчеловечивание сейчас происходит поэтому нас к сожалению очень низкое здоровье у людей очень низкий иммунитет очень высокая заболеваемость да и сейчас нас расчеловечивают и заставляют всех носить маски разъединяя друг от друга друг от друга а я вот и думаю а вот думающие то люди могут же объединиться поэтому я позвонил и виталию шунтакову попросил его и говорю виталий помнишь ты мне говорил что на этом острове люди тоже имеют совесть они тоже человеке они просто там пугает других чтобы на них не нападали никаких там водоедов нет и ты сказал да какой же конечно не вот же что интересно вот же что интересно роман газенко так системно так определил каким образом нами нас манипулирует нами манипулирует и как решают нас главные внутренние ценности иметь право думать иметь право быть человек ну конечно ну как конечно мы должны собраться на мозговой что я помню как мы с алексеем сетниковым он ко мне приезжал еще в махачкалу учиться методу ключ это было очень давно и там тогда уже такой великий известный человек алёша он же для акмеологии писал он там преподавал это в институте акмеологии это развитие личности это интересно очень да и там я помню алёшу мы были совсем молодые когда я вам показывал что если по эриксону как это рука не всплывается то можно подобрать другое движение и он потом комментировал это там стояла что да если рука сюда не пошла надо чтобы рука сюда пошла алёша привет если ты видишь это видео на тебе пошло это видео вот и мы все вместе бы собрались на мозговом штурме а еще бы я рассказал алексею насчет бутылка как я с ним встречался как я сейчас из бутылка потому что ты очень вспоминаешь бутылка очень любящего памятью на тебя в сердце я бы рассказал когда я показывал бутылка как у него руки пошли он бы твой дыхание стало как надо я тебе хотел бы сказать алексей что в принципе дело там было не будет делать дело было в том что когда у человека руки вдруг пошли и он выходит триггер на трансовые такое триггер на квантовый переход на трансовое состояние об этом состоянии если человек был стрессе это мало было кислорода в критах а как только он вышел в танцевое состояние от того кислорода который у меня есть ему становится достаточно и поэтому не облегчение ну да я в тебе это рассказал что там немножко бутылка свое время великий бутылка создав такую прекрасную методику когда у него руки пошли он бы твой дыхание стало как надо то есть он знал какая какое дыхание должно быть у человека вот это такое дыхание которое у вас у всех бывает например когда вы засыпаете между сном и бодрствием такое поверхностное ну да ну такое вроде дышишь и не дышишь я потом вот еще на нашей встрече покажу вам ключевое дыхание как можно достичь этого дыхания но не блокируя дыхание не делает трудоемкие приемы потому что много же методов дыхания я вам покажу ключевое как можно сразу туда выходить совершенно не затрачивая усилий но дело-то в том как человеку объяснить что да действительно можно получить бесплатный сыр и на самом деле он не только в мышеловке бесплатный сыр можно получить если ты знаешь как надо правильно делать а вот это знание она очень тяжело вырабатывается мы же этому учим его на школе человек будущего для того чтобы сняли все маски для того чтобы сократить кризисы и войны я бы хотел ну скажу например что следующий книги она скоро выйдет в аисты и там не будут вот как этот самый юбис фучек или кто-то репортаж на шее говорил потом снял ее в содержание этой книги вы увидите как преодолевать страхи и как использовать высшую из энергии в собственных интересах и для продления собственного долговетия но знание тяжело вырабатывается берите знания пользуйтесь ими но есть же люди которые создали и бутейков и алексей ситников и сундаков и роман газенко и наш канал правовой социальный правовой канал тоже работает над этим для того чтобы человек был человеком это же лежит и в основе всех религий просто мы здесь создаем науку человечности а вот совсем следующую книгу я хочу назвать знаете как чтобы было очень так это увлекательно чтобы все ее покупали а там наука человечности вначале написано женская тайна . наука человечности и вы узнаете почему это будет очень интересно и так я хочу сказать о том что я хочу для людей думающих потому что самое главное право человека быть человеком мы создаем эту науку человечности и там создать на моем видеоканале на моем видеоканале на моем видеоканале на право тв на моем канале ютуба у виталия сундакова у романа газенко у алексея сытникова и у всех-всех-всех думающих людей всех пригласить и создать мозговую штуру мы будем размышлять как человеку оставаться человеком во всех обстоятельствах это очень важно и тогда и в америке и бомбей и в канаде или санкт-петербурге и в моей родной махачкале хотя я нахожусь сейчас все время в москве это будет большая поддержка и все будут смотреть на это как на олимпийские игры и радоваться наконец свежий воздух появляется вы знаете что кажется наука человечности это как раз и то самое главное если человек по человеческой себя ведет и в бизнесе и в творчестве и везде и в деловых отношениях и переговорах даже с этими террористами даже в тюрьме к нему все-таки другое отношение вы знаете это очень важный момент открывать себе человечность развивать себе творчество развивать себе любовь к людям а нормальность человека это бояться не только о себе но обо всем человечестве потому что будешь думать о себе только один и останешься мозговой штурм мы сделаем я приглашаю и на этот мозговой штурм я абсолютно уверен придут все думающие люди я недавно вот говорила джигар ханяне мне очень жаль что он ушел и очень правильно что мы думаем о том как продлить творческое долголетие не только великих людей но и всех научив их управлять своей стрессовой энергией в собственных интересах я хочу сохранить людей людей на планете и великих и нас простых в которых это величие открывается когда мы научаемся управлять своим нервным напряжением до встречи друзья с вами был Хасай Авиев ведущий программы медицина психология право телеканала право тв всего вам доброго до встречи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok